Важнейший итог. Возврат к выборам. Причем выборы. Там две составляющие есть. Выборы президента и голосование за то, что это президент. Это ваша интерпретация? Моя, да. Потому что там же не было такого пункта просто. Нет, но все люди обсуждали это. В политике не всегда имеет значение, что написано, а имеет значение, что по факту реализуется. И некоторые вещи имеют символическое значение. Символический капитал зачастую материализуется при определенной... То есть эти сверхпроценты, это вы связываете с этим? Да. И этот момент, он был существенным. Все обсуждали этот вопрос. И когда мы выбрали президента... Как Шамильская... Да. Не просто Миниханова, но Миниханова плюс президента. Поэтому этот вопрос довольно существенный. Потому что, опять-таки, мы подтверждаем свой статус. Политическая стабильность дает нам возможность вырабатывать свою экономическую политику. А это нам дает возможность удержаться в этой очень тяжелой экономической ситуации, которой оказалась Россия. Причем, вот мета ниже в политике. Но это видно. То есть мнение может меняться с утра. Но завтра не знаешь, что будет. Да? С утра открываешь, как будет там, какое, значит, у кого настроение. И потом я-то вот всегда отслеживаю в Москве, кто идеолог. Мне всегда важно было иметь дело с идеологом. Да. Сейчас где сидят они? Среди безопасности или где? Нет, ну это Володин Рогозин, да? И там Дугин и в тени Сурков где-то не видели. Ну, раньше это был Сурков. Ну да. Но они не публичные. И все мы знаем их настроения какие. И что за идеологи там. Причем если патриотизм, понятно, если бы была война. Там отечественная война, патриотизм. Ну, где-то объясним. Для чего это нужно догнетать. А сегодня это может обернуться против самой же страны. Потому что вообще, когда любая война какая-то идет за границей, то это отражается на стране. Не дай бог. А Папа Франциск, который сказал, что идет Третья мировая война, еще в прошлом году он сказал. Ну, да. Это же не образ, а реальность оказалась. Мы же видим. Ну, не совсем уж. Не совсем, да? Не в том смысле. Потому что Третья мировая это атомная и так далее. Папа Новгород. Сколько у него дивизий, вы еще добавьте там, да? Свои генералы. Регламент, еще вернемся туда. Есть что добавить? Да. По Татарстану. По Татарстану. Нет, это, конечно, во-первых, осталась инвестиционная привлекательность определенная. И площадка такой умеренной альтернативной политики на фоне, вот когда везде патриотизм, везде Турцию задавим, да? Все же здесь речь идет о том, что вложения большие, их нельзя терять и так далее. Вот эта умеренность, она привлекательна в политическом плане, и как внутри, так и вовне. Продолжение следует.